В очередной раз рада видеть прекрасную, замечательную, красивую семейную пару. Здравствуйте, ребята. Добрый день. Я очень рада тому, что наш волшебный бизнес знакомит меня с таким количеством людей. Вот мне очень интересно, как в этом бизнесе образуются семьи, как это находите вы общий язык в новой сфере деятельности. Как вы появились здесь, как два партнера? Кто ответит? Интересно. Давай я начну. На самом деле нас пригласил в этот бизнес друг моего папы из Австрии. Вот, и мне идея сразу понравилась, потому что UDS это платформа, а мы видим, что платформы сегодня не только выходят на рынок, они изменяют целые экономики. Например, booking, например, Uber или Яндекс такси, да. Вот. И второе, что мне понравилось сразу, это то, что можно работать в любой точке мира, потому что наш продукт подходит предпринимателю в любой точке мира. Он решает на самом деле простую проблему увеличивает, проблему сложную, решает просто, увеличивает прибыль. А прибыль нужна любому предпринимателю, если у него это не хобби. Вот. И мне понравилась сначала идея, но меня оттолкнула история с сетевым. Объясню почему. Лена на тот момент, у нас было двое маленьких детей, сейчас они уже подросли. Вот. И понятно, что молодой маме выходить куда-то на работу сложно, да, потому что надо успевать еще жонглировать детьми. Вот. И ей тогда предложили, она была в сетевом бизнесе, продуктовая компания. Угу. И я там, честно, не увидел денег. Ну, то есть, доход там 20-30 тысяч, и у меня сетевой бизнес ассоциировался с такими деньгами. Вот. Потом уже, ну, то есть, когда мне бизнес предложили, я понимал, что этот человек, который меня позвал в бизнес, Алексей Романов, он какой-то ерундой заниматься не будет. И я понял, что мне надо разобраться. И, на самом деле, чем наш бизнес отличается от классического сетевого, это тем, что мы, нам не надо пользоваться этим продуктом самим. Да, то есть, в сетевом бизнесе... Закупать его каждый месяц. Да. Ну, и, в принципе, пользоваться. То есть, у меня нету своего бизнеса, мне UDS некуда поставить. Да. Вот. То есть, это вот как раз та история, что сегодня много IT-компаний начинают использовать такую модель масштабирования. Зайдите на сайт Майкрософта, зайдите на сайт Букинга. Все, походу, подсматривали за нами. Вот. Ну, и разобравшись, посмотрев огромный рынок, да, а это... Ну, я тогда считал только, например, свой город Пермь. Угу. Это 74 тысячи компаний. Вот. И у меня был такой в голове вопрос, а кто еще здесь занимается UDS-ом? Хватит ли нам места? Я просто посчитал, что если я один буду делать по 5 встреч в день, то мне надо 56 лет, чтобы всех обойти. Вот. Обалдеть. Поэтому я вот это все посчитал и понял, что надо брать пакет, вот, и уже по ходу разбираться, потому что я никогда, например, не был в продаже. Угу. Вот. Вот так мы оказались здесь. Отлично. Лена, прям я вижу, что хочешь добавить. Можно я чуть-чуть добавлю? Мы же искренне тут общаемся, да? Конечно, конечно. Он рассказал уже постфактум, как мы уже пришли в этот бизнес. Да. Но изначально, как это было... Можно я расскажу? Ха-ха-ха-ха. Нас Алексей Романов очень долго его звал в бизнес. Ну, сходи, пожалуйста. У нас были форумы, были бизнес-завтраки. Он все отказывался. И в очередной раз, когда у нас в Перми был форум, он говорит, Лен, ну, сходи. Ради бога, сходи. И уже сходи сама, и завтра мы им скажем, что, ну, это не наше. Это не наше. Спасибо за приглашение, но нет. Галочку поставим. Да, галочку поставим, чтобы больше нас не приглашали. А у меня, я по образованию маркетолог. Я пришла на форум. Я увидела потрясающий совершенно продукт, который подойдет любому предпринимателю. Я сразу же начала перечислять, думаю, парикмахерская, магазин, тут одежда. Это я могу тому-тому-тому предложить, и это поможет им. Я ему сразу же пишу с форума и говорю, Андрей, это вообще просто офигенная штука, надо. Вот. И все хорошо. То есть я дальше сижу слушаю, потом вторая часть форума, там начался маркетинг-план, а я человек абсолютно не цифр. То есть я цифры не воспринимаю. А там начались эти миллионы. То есть какие выигрыши, какие прибыли получает партнер. Я ему пишу, говорю, Андрей, тут какие-то такие страшные миллионы. Это твоя тема. Без тебя не разобраться, да? Это твоя тема сто процентов. Вот. Ну и на следующий день, собственно, мы пошли навстречу с Димой Романовым, с Сашей Лукьяновым. И они нам все рассказали, Андрею все показали, откуда деньги, как они берутся. И после этого он проанализировал рынок. Понял, что тут бесконечное количество пользователей и, собственно, приняли решение быть в бизнесе. Отлично. Слушайте, ну в очередной раз я радуюсь тому, как здорово работает в симбиозе вот составляющая, когда супруги, когда есть, говорится, и семья, и личная жизнь, и вы еще находите время, силы, желание заниматься совместным бизнесом. То есть вот даже на уровне приглашения, да, и входа в бизнес. Идея, цифры, да, это сильная, суперсила, да, Андрея. Здорово. Поделитесь еще такой информацией. Я слышала, естественно, вот сейчас, особенно в твоем промо, что пригласил вообще человек из Австрии. Ну, то есть, я правильно же понимаю, бизнес настолько международный, что звонок и приглашение и возможность может поступить и с любой точки мира. Именно. Да, вот расскажи, пожалуйста, уже в твоем сейчас состоявшемся бизнесе. Ты с какими странами работаешь? Какой-то, может быть, интересный кейс приведешь, пример. На самом деле, я своего куратора оффлайн увидел спустя полгода в Турции, когда я уже был в звании, ну там, в статусе директора, да, партнеры знают, что это такое, вот. То есть мы с ним уже увиделись в Турции, я уже был по факту состоявшийся партнер с большой командой. У меня в команде уже было, помимо меня, два директора, то есть вот. Ну и он просто сидел и хлопал в ладоши, что нашел там настолько самостоятельных партнеров, что они сами запустились и не надо было нянчиться, выезжать куда-то, да. С кем-то, да, там сопли подтирать, еще что-то. Мы просто пришли и начали сразу делать бизнес. Вот. Какие кейсы? На самом деле, я тот человек, который там один из первых, например, выехал в Чехию, в Прагу и запустил по факту эту страну, да, и там сейчас активно работают ребята, то есть мы там уже не были там два с половиной года, а там все работают, работают и работают. Отлично. Вот. И на самом деле не надо бояться, то есть я еще раз повторюсь, наш продукт подходит предпринимателю в любой точке мира. Вот. И сейчас практика показывает, у меня как-то я спал ночью, приходит, ну как, не смс-ка, а сообщение про доллар. Доллар прилетел из Южной Кореи. То есть, как это получилось? Да, я сначала начал искать там корейское имя, я даже сейчас не повторю его. Вот. Я такой думаю, что за человек? Я увидел, что у меня есть партнер в Перми, у него есть партнер в Казахстане, и этот партнер в Казахстане уже подключил партнера в Южной Корее, который на свой бизнес распаковал лицензию. Программное обеспечение? Да. Обалдеть, слушайте. Ну согласитесь, вот это замечательная идея вот такого масштаба, ну в один клик, по сути. Да. Это откликается, я думаю, да, уже? Да. Сейчас большая команда, как справляетесь? Как работаете? Нет ситуации, когда люди вымораживают? Ну на самом деле люди, ну то есть все равно, мы же все люди, у нас все равно есть эмоциональные качели, и это нормально. Да, и здесь на самом деле мы с Леной очень сильно друг друга дополняем. Во-первых, если говорить там про первую линию, я так как интроверт, мне очень сложно ознакомиться с людьми, и вот эту историю у нас закрывает как раз Лена. Ей легко подойти в любое заведение, к любому человеку. Вот мы сегодня регистрировали нового клиента в магазин, ну автопрокат в Перми. Лена познакомилась с этим человеком в такси. Обалдеть. Да, он таксист, у него свой еще параллельно автопрокат. Вот так появляются у нас клиенты. Вот. Если говорить про работу в команде, то Лена очень много делает в плане эмоционального выравнивания людей, особенно девочек. Да, то есть если у девочек начинаются качели, я говорю, Лена, надо пообщаться. Вот. Я больше работаю с командой в плане, наверное, дисциплины, постановки целей, расчета этих целей, сколько надо действий, где, куда лучше, кого поставить. Вот. То есть мы вот так дополняем друг друга. Слушайте, ну это здорово, на самом деле. Не мешает ли вот такое совместное времяпрепровождение плотное, ну согласитесь, да, и дом, и дети, и бизнес, и общение, тут еще взаимодействие с командой. Ну, не взрываетесь ли вы, не мешает ли это отношению? Наоборот, наоборот, укрепляет. Наоборот, этот бизнес, мне кажется, укрепляет наши отношения. Ну и факт того, что вы вместе всегда выезжаете, путешествуете, да, это безумно хорошо. Я еще даже дополню, я очень часто вижу семейные пары, когда одна половинка хочет расти и развиваться, а вторая стоит на месте. И благодаря этому бизнесу, да, там, никто из нас друг от друга не оторвался. Мы нарабатываем, растем, там, морально, материально, эмоционально, экспертно вместе. Вот. И это очень круто, потому что мы всегда на одной волне. У нас по факту одни цели, одни интересы. Благодаря, ну, в том числе, что мы там занимаемся одним бизнесом. Можно я дополню? У нас еще и дети. Мы с детьми обычно ездим на эти мероприятия, только вот в этот раз не взяли, потому что очень много работы было. А когда Турция, старшая дочь, она у нас посещает все эти мероприятия, она слушает, она вбитывает в себя. Турция, хоть и половину еще не понимает, но она уже ждет, когда ей будет 14, там, 16 лет, чтобы начать уже работать. То есть она прям хочет быть в этом сообществе, ей интересно. Слушайте, здорово на самом деле, очень интересное такое замечание. Момент, хотела вот как раз уточнить, что если, говорят, ну, это же бизнес, здесь же все равно надо работать. Вот что самое тяжелое в нашем направлении? По-честному. Устали отдыхать? Да, на самом деле бизнес достаточно простой. Во-первых, почему он простой? Первое, он экологичный. Когда ты занимаешься экологичным направлением бизнеса, да, то он становится простым, потому что ты понимаешь, что ты несешь что-то полезное в мир. Вот. На самом деле самое сложное для каждого, наверное, свое. Вот мне, например, сложно звонить, а кому-то легко звонить, но мне, например, легко проводить встречи, да, то есть вот эта история. Но я знаю, что если я не позвоню, никто не придет на встречу. Вот и все. На самом деле бизнес простой. Задача любого партнера соединить двух человек, например, предпринимателя и эксперта по внедрению. Чтобы разобраться в продукции. Да. Либо человека, кто ищет бизнес-направление, и своего куратора, кто уже в этом бизнесе давно и может показать результаты. Вот. Просто познакомить, и они сами пообщаются. Так на самом деле закрывались первые, ну, наши сделки, да, то есть мне надо было просто вывести человека на куратора. Да. Отлично. Ну и зафиналить хочется. Какие финансовые результаты? Чем-то можете порадовать? Как быстро отбили? Когда заработали? Самую большую, может быть, сумму? На самом деле, ну, то есть мы сразу вложились по факту в три вип-пакета, потому что я математику просчитал, человек ленивый. Вот. Соответственно, я понимал, что если я хочу прийти, например, к цели в 500 тысяч долларов по доллару, и у меня стоит три пакета, то мне по факту надо не, чтобы в моей структуре было не 500 тысяч компаний, а всего 250 тысяч компаний. Два раза меньше действий. Ну, потому что я ленивый. Вот. На самом деле, в первый же месяц, точнее, в первые полтора месяца, да, то есть я зашел в бизнес, за два дня обучился, пошел, сжег два-три контакта, вот, потому что люди не захотели, ну, это обсуждать, а я же думал, я самый умный. Да, да, да. Вот. Сейчас я научу ребят делать бизнес по-взрослому. Вот. Ну, и, соответственно, понял, что что-то идет не так, позвал куратора, точнее, куратора моего куратора, вот, Дмитрия Романова, и, соответственно, мы с ним пошли в первые сделки делать. И я ко всем шел, у меня не было на тот момент контактов среди предпринимателей, я всю жизнь проработал в B2B на руководящих должностях, либо там своя строительная компания была. У меня не было тех людей, кому, ну, то есть вот мелкий бизнес, на кого мы заточили. Кому напрямую можно предложить уже. Да. Я просто стал искать людей, кто может дать мне выход на этих предпринимателей, приходил и говорил, помоги мне. Вот. Человек спрашивал, что за история, ну, мне же, говорит, надо сказать ему, зачем ты к нему придешь. Я рассказывал, второй вопрос был, на чем ты здесь зарабатываешь? Я рассказывал, на чем я здесь зарабатываю, и у меня так пошли первые партнеры. То есть у меня лицензии сами, ну, на первом этапе не продавались. Я приходил продать лицензию, а люди покупали партнерское предложение. Да. И на самом деле за месяц и неделю мой доход был больше 800 тысяч рублей. Вот. То есть мы отбили там свои вложенные средства. Отлично. Друзья, ну, безумно рада была с вами пообщаться. Легко, непринужденно, уже в нерабочее время. Надеюсь, что в ближайшее время мы тоже с вами увидимся на очередном мероприятии. Спасибо огромное. Спасибо. Пока-пока. Пока.